МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Я напомню, что Международный научный совет – это коллегиальный совещательный орган для проведения международной экспертизы научно-исследовательских работ, научных и образовательных направлений и проектов, а также контроля над эффективностью организации и проведения мероприятий университета в рамках реализации программы повышения международной конкурентноспособности. Эта программа реализуется в реализации указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В составе Международного совета входят наиболее авторитетные специалисты различных направлений образования и науки. И мне очень приятно представить наших коллег. Это профессор Страсбургского университета, наш выпускник Марат Миратович Юсупов, который номинировался на Нобелевскую премию в 2009 году за трехмерную структуру рибосомы и бактерии. Марат Миратович ведет целое направление в нашем университете, и мы за это ему очень благодарны. Это профессор Поздамского университета, президент Международного союза геологических наук Роланд Аберхальсли, крупнейший специалист в области петрологии. Это директор по исследованиям Национального центра научных исследований Франции Андрей Алюль. Это человек, работающий в области магнитной радиоспектроскопии, являющейся одним из ведущих в этой области. Это профессор университета Инсбрука, научный директор Института квантовой оптики и квантовой информатики Австрийской академии наук Рудольф Гримм, крупнейший специалист в области создания квантовых компьютеров. Сегодня утром состоялось очередное заседание нашего Международного совета, где мы обсудили результаты в деле реализации проектов университета по прорывным приоритетным направлениям. Изначально, напомню, мы определили с нашими авторитетными коллегами четыре основных приоритета. Я позволю сегодня их упомянуть. Это биомедицина и фармацевтика, перспективные материалы, нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия и инфокоммуникационные и космические технологии. При выборе приоритетов мы исходили, прежде всего, из их востребованности со стороны власти, со стороны бизнеса и со стороны мирового академического сообщества. Но в 2015 году мы по рекомендации Международного научного совета, а возглавляет этот совет Нобелевский лауреат, выше до недавнего времени президент Рикена, господин Найорев, включили в этот перечень и компетентные междисциплинарные направления, увязывающие воедино естественно-научные и социогуманитарные исследования. Не случайно с нами сегодня в этом зале присутствует также и Вадим Маркович Говорун, генеральный директор НИИ физико-химической медицины ФМБА. Вадим Маркович является куратором междисциплинарного университетского проекта «Генетическая карта поволжских татар», объединившей общие идеи археологов, этнографов, биологов, представителей других отраслей научного знания. Эта тема в некотором роде перекликается с предметом деятельности всем нам прекрасно известного фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. И я с удовольствием хочу поприветствовать руководителя этого фонда, нашего сегодняшнего почетного гостя, первого президента Республики Татарстан, ныне государственного советника Республики Ментимир Шарипыча Шаймиева. А также хочу поприветствовать в этом зале представителей органов власти нашей Республики, большинство из которых являются нашими выпускниками, прежде всего руководителя аппарата президента Республики Татарстан Асхат Ахмедович Сафаров, вице-премьер нашей Республики и министра образования и науки Энгель Навапович Фатахов, прокурор Республики Татарстан, наш выпускник Ильдус Саидач Нафиков, заместитель председателя Государственного совета Республики Ларионова Татьяна Петровна, и я очень рад, что сегодня также в зале присутствует и мой друг, сегодня мэр города Набережной Челны, но одновременно он является и руководителем попечительского совета Набережной Челнынского института нашего университета, Наил Гамбарович Магдеев. Здесь же присутствует и представитель Академии Наук Республики Татарстан во главе с его президентом Максимом Халиулычем Салаховым, который долгое время возглавлял наш университет, генеральный директор ТАТ-телерадиокомпании Новый Век, также наш выпускник Эльшат Иванович Аминов. Я думаю, все, что мы делаем, обязательно найдет свое продолжение не только в благосфере, но и в официальных средствах массовой информации. И представителя мэрии Казани, руководитель которого также возглавляет наш попечительский совет, наш выпускник Исур Айс Медшин, и многие-многие наши друзья, которые пришли вместе с нами сегодня на это торжественное заседание ученого совета. Уважаемые коллеги, на карте мира есть несколько ключевых регионов, где происходит постоянное взаимодействие народов и культур. На территории России таким регионом, несомненно, является Поволжье и наша республика. Именно здесь многовековое взаимодействие различных этносов и культур оказало определяющее влияние на становление и развитие российской государственности и всего евро-азиатского пространства. Комплексное исследование истории Поволжье имеет большую научную и практическую значимость, способствовать более тесной консолидации исследователей различных специальностей. С 2010 года, благодаря эффективной координирующей роли Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан под руководством его первого президента, а также при действенном участии органов государственной власти, научных и образовательных организаций, где, конечно же, трудно переоценить роль Казанского федерального университета, общественных организаций и средств массовой информации Татарстана и Российской Федерации в целом, достигнуто значительное продвижение в реализации государственной политики в сфере истории культурного наследия. Сегодняшний уровень изучения, реставрации и популяризации исторического наследия Татарстана, в частности, двух объектов, вошедших в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это Казанского Кремля и древнего города Булгар, работы в Свиярске, необходимость актуализации богатых и значимых для страны и мира научных традиций и творчества, значительные успехи в области спорта, культурного разнообразия и продвижения идей и концепции ЮНЕСКО о всемирном культурном и природном нематериальном наследии. Все это требует создания в России специализированных научно-практических центров мирового уровня. Серьезным шагом в этом направлении, на наш взгляд, могла бы стать организация на базе университета ресурсного центра всемирного культурного наследия для решения актуальных задач в сфере изучения и сохранения культурного наследия. ...российскими и зарубежными специалистами в области изучения и сохранения культурного наследия. Таким образом, главной целью создания ресурсного центра станет объединение образовательных, научных и методических ресурсов, введенная информационно-образовательную среду, обеспечение взаимодействия научных, образовательных, государственных и корпоративных структур республиканского, федерального и международного уровней для эффективной реализации государственной политики в области изучения и сохранения историко-культурного наследия, создания новых выставочных, образовательных и просветительских центров. Создание центра предполагает также тесную интеграцию научно-образовательных структур республики, осуществляющих деятельность в сфере изучения и сохранения культурного наследия с крупными научными, государственными и музейными организациями Российской Федерации. Соответствующие структуры при Министерстве культуры Российской Федерации, это гуманитарные институты Российской Академии Наук, Государственный Эрмитаж, Российской Академии Живописи, Ваяния и Зодчества, а также с международными организациями ЮНЕСКО, ИКОМОС, ИКРОМ, ИРСИКА, Институт управления наследованием, с этими центрами университета есть сегодня неплохо выстроенные взаимоотношения. Следует отметить, что в Российской Федерации, в странах СНГ примеров создания подобных структур нет, что в свою очередь открывает широкие конкурентные преимущества для нас в сфере гуманитарных и междисциплинарных исследований. Нужно ли говорить, насколько это важно для нашего Казанского Федерального Университета, где более половины научно-образовательных подразделений в результате объединений нас в 2010 году несут гуманитарный характер. При этом все возможности у нас сегодня уже есть. Основным направлением деятельности центра могут стать два крупных исследовательских проекта. В первом случае это Поволжские депозитарии массовых музейных археологических фондов, создание которых в Казани откроет уникальные возможности для развития археологической науки и музейного дела. Он позволит не только значительные увеличить площади до хранения ценнейших реалитетов, а также и возможности до их реставрации, но и создать современные условия до их изучения российскими и зарубежными учеными, станет инновационной площадкой для организации постоянных действующих выставок и экспозиции и сможет говорить с большой точностью о той или иной миграции населения в свое время. Кстати говоря, если говорить о сравнении, то аналогичные депозитарии нашими нефтяниками уже создаются в мире и в основном они связаны с хранением керновских или других месторождений. Второй проект носит название Волжский помпей. Осуществление данного проекта на Нижней Волге близ Астрахани позволит масштабно и комплексно подойти к изучению тысячелетней российской государственности, которая вбирает в себя наследие многих великих мировых империй прошлого. Историко-культурные коды десятков народов нашей необъятной отчизны. Представляется, что создание на базе университета ресурсного центра, как научно-практические площадки, работающие в тесном контакте со всеми заинтересованными лицами, откроет совершенно новые возможности для успешной деятельности, в сфере сохранения историко-культурного наследия, как в республике, так и далеко за его пределами. Благодаря работе Фонда Возрождения, который, как вы знаете, был инициирован и создан Миттемир Шариповичем, многие наши ученые, аспиранты, студенты, представляющие институты как гуманитарного, так что нас радует и естественно научному профилю, нашли новые темы для своих научных изысканий и прикладных разработок. Поэтому еще в апреле текущего года ученый совет Казанского федерального университета единогласно принял решение за заслуги перед университетом, которые проявились главным образом в той колоссальной поддержке нашего ВУЗа в момент образования и обретения им федерального статуса присвоить первому президенту Республики Татарстан ныне государственному советнику нашей республики, председателю попечительского совета некоммерческой организации Республиканский фонд Возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Миттемир Шариповичу Шаймиеву звание почетного доктора Казанского университета. Следуя обязательные традиции, я кратко ознакомлю аудиторию с биографией нашего нового почетного доктора, поскольку отход от традиции всегда практически карается в университете. И Миттемир Шарипович Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанежского района. В 1954 году окончил школу и поступил в Казанский сельскохозяйственный институт, по окончании которого работал в области механизации сельского хозяйства. В 1969-1983 годы министр мелиорации и водного хозяйства Татарской АССР. В 1983 году первый заместитель председателя Совета Министров Республики. В 1983-1985 годы секретарь Татарского обкома КПСС. В 1985-1989 председатель Совета Министров нашей Республики. В 1989-1990 первый секретарь Татарского обкома. В 1990-е годы был избран председателем Верховного Совета Татарстана. В этом же году была принята, как вы знаете, декларация о государственном суверенитете нашей Республики, что в принципе позволило сохранить нашу Республику в том виде, в который сегодня мы ее имеем. С 1991-1991 по 2010 год Антимир Шарипович был президентом Республики Татарстан. Антимир Шарипович внес значительный личный вклад в развитие академической, университетской, отраслевой науки системы высшего образования в Татарстане. Была организована Академия, собственная Академия наук нашей Республики и его институты. И Антимир Шарипович внес не только их создал, но и внес огромный вклад в их развитие. Особая роль принадлежит содействию Казанскому государственному университету, как я уже говорил, в получении статуса федерального университета, что прибыло к КФУ совершенно новый импульс в его развитии. Нам пришлось пройти долгие шесть лет, и за это время, я думаю, мы с вами, уважаемые коллеги, можем уже сегодня с уверенностью сказать, что мы сформировали общую корпоративную культуру, мы сформировали собственную модель, видение модели, каковыми мы должны стать 2020 году, и мы говорим сегодня о том, что по сформированной дорожной картой мы с вами уверенно продвигаемся, хоть это достаточно сложный и тернистый путь. Можно говорить очень много о Ментимир Шариповиче, уважаемые коллеги. Сегодня в зале присутствуют многие представители команды Ментимир Шариповича, к которой я всегда неразрывно отношу и себя. И так же, как и, надеюсь, мои соратники, всегда считал его своим учителем. И с удовольствием сегодня хочу сказать, что Ментимир Шарипович один из самых достойнейших людей. Единственная наша ошибка – то, что это не произошло намного раньше. И теперь я хочу, вот, ну, здесь все государственные награды представлены Ментимиром Шариповичем за его выдающиеся заслуги перед нашей Родиной. А сейчас я хочу с удовольствием приступить к почетному награждению нашего почетного доктора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Спасибо. 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 Искренне скажу, что я волнуюсь, потому что наград было много, чтобы вот в таком кругу, научном, от имени университета исторического, казанского, от вашего имени, по решению вашему. Это действительно волнительно. Это на самом деле посчетно. Я это слово скажу, если даже, возможно, и не достоин этого. Почему? Потому что всех надо уважать, а сдать дан должное, кто заслужил такого признания. Бигзур Рахмат Морозов. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Советы и участники сегодняшнего заседания, наши гости. Спасибо за то, что происходит сейчас, в эти минуты. Мне понравились слова Евгения Максимовича Примакова, когда с ним происходило таковое на этой же трибуне и в этом историческом зале. Ну, он многое видел, будучи ученым, академиком. Но я-то впервые сталкиваюсь. Он тогда сказал, что... Он сказал, мой недостаток в том, что я не окончил Казанский университет. Я этим селиком полностью согласен. Почему? Потому что это относится и ко мне. Но я окончил Казанский сельскохозяйственный институт, чем и горжусь. Почему? Потому что, когда ты стремишься к знаниям и полюбишь тех ученых и преподавателей, которые тебе отдают все свои знания, как люди, посвятившие себя служению, воспитанию молодежи, всегда надо быть признательным, и это никогда не забывается. И с ними ты проходишь всю жизнь. Но, в отличие от Евгения Максимовича, я хочу сказать, что я был на грани того, чтобы стать студентом юрфака. И сегодня, может быть, кого-то бы чистовали, я бы сидел бы среди вас. По простой причине я готовился и было предрешено после окончания 10 класса, что я пойду в юрфак, университет. По одной простой причине я хотел стать справедливым прокурором. Потому что отец у меня работал всю жизнь председателем колхоза. И в 1949-м голодном году, когда население, колхозники не могли выйти на поля и посеять весной, он взял на себя и два мешка проса решил использовать для организации общественного питания. Конечно, в те годы, по рассказам многие знают, покушаться на семенной материал. Но это всегда святое вообще. Он на это решился, завели на него уголовное дело, и все лето папу таскали. В прокуратуру был прокурор Кашапов. Раньше были открытые суды, я насмотрелся на них. После школы мы, прежде чем попасть в свою деревню, всегда заходили на открытые суды и смотрели, как работают прокуроры, судьи и адвокаты. Отца таскали все лето, он высох, а это же на глазах ребенка. И его спасло то, что в его колхозе, в нашем колхозе был урожай. Это был голодный год. Люди пухли. И только они собрали урожай, он спас. Это районный центр еще близко всему. Он был председателем там огромное количество людей от голода. Тогда много было голодающих, которые пострадали, конечно, еще от нехватки еды в последующем. И вот этот момент сыграл, его закрыли судебное дело. Но мне на всю жизнь запомнилось, что прокурор Кашапов несправедлив. Ну, это детское, это, ну, такое, значит... Ну, тогда у нас где-то 9 класс, наверное, что ли, не знаю. Я помню, еще там и уроки логики были и так далее. Решил стать справедливым прокурором. Учился я чересчур хорошо. О себе так говорится, такой трибуны я имею основание. Сомнений у меня не было. Хотя мне золотую медаль не дали. Нашли причину. В аттестатии у меня все пятерки за все годы. А здесь, оказывается, в Казани-то бюрократы и раньше были. Они мне поставили тройку, чтобы ни золота, ни серебра не давать. По самому любимому моему предмету по математике, обвинив меня в том, что хотя результат правильный был, значит, что я решал задачу и упрощал тригонометрические функции не на кратчейшем путем. Вот за это поставили эту тройку. Ну, не поспоришь, мы же там, мы же голубинки. И вот таким образом этот аттестат у меня и до сих пор есть. Дело не в том, что вдруг отец приходит, нет, говорит, на Кашапу учиться не пойдешь, пойдешь учиться на Катеева. А Катеев был главным инженером МТС, тогда МТС были техники, не было в хозяйствах колхозах, совхозах. Все было сосредоточено, потому что его не хватало. Катеев решал, какой комбайн, какой трактор, какой силку, даже силку и культиватор, все развозились в колхозы с одного центра. А брат еще комбайнер ко всему. У нас дома только царь и бог Катеев. Катеев что даст? Это и есть судьба. И когда он увидел, что появился механический факультет, который готовит, тогда прямо писали, инженеров для работы в МТС. Папа пришел, как не значит, что поймал. Пойдешь учиться на Катеева. У нас это уже дальше не обсуждалось. Я забыл о Кашапове, хотя получается, что не забыл по сегодняшнему разговору. И таким образом, годы освоения селины начало, 1954 год, тогда на уровне государственной политики во время Никиты Сергеевича Хрущева, Брежнева. И вот мы поступили при очень большом конкурсе и выучились. Так что, я рад тому, что так сложилась жизнь. Но если бы я оказался студентом нашего глубоко уважаемого университета, я бы вас тоже не подвел. Сейчас легче об этом говорить, но, судя по характеру, так бы оно и оказалось. Я ознакомился на днях новым символом университета. Скажу искренне, этот символ мне понравился. Я знаю, старый символ, значит, сова, на букву У, где университет. Ну, я его, по сути дела, искал по этому случаю, а до этого почему-то она не пропагандировалась. Хотя знак по сам себе тоже знак мудрости. Почему этот символ понравился? Тем более, это имеет отношение к сегодняшнему заседанию. Об этом и вы упоминали. Знаете, Зеланд со свящой. Но мы всегда знаем, что учение – это свять. И это подтверждает символы многих университетов и таких побуждений. Не случайно это появилось. Но главное, представьте себе, со дня образования наш университет, он связан именем Казань. Казанский, императорский. Потом Казанский университет имени Ульянова. И сейчас, значит, он федеральный, но он Казанский. Если подумать глубже, молодцы, что, наверное, так и подумали, и когда вышли на этот символ, сейчас в условиях открытости мира, что Казань становится известным. Через вот все эти деяния, ту работу, которая велась и ведется сейчас и нашим президентам, и мэрой Казани, да, всеми нами, значит, усиливают. Казань становится, как стали с Татарстаном, известным. Университет из тех времен известен. И вот, когда они вместе в дальнейшем сопровождаются и выходят как бы новым статусом, новым символом, я вам скажу, что придают это плюсы большие. Потому что в наше время информационное это проблема символов и брендов, но это вы прекрасно понимаете, над этим еще надо трудиться и суметь подать. Я думаю, что это удача. Есть и учесть. Я был участником в 2012 году и была такая просьба президента республики, чтобы я поехал с Арбона, там, где зажгли факел всемирного универсиада, который проходил в Казани в 2013 году. это исторический университет, эта история у него идет с 1212 года, сейчас уже кто знает эту историю, там, это комплекс институтов, по сути дела в Сарбону или Франции покрыта целой системой по номерам, значит, по разным направлениям прекрасными университетами. И вот на старинном здании, на той площади внутри университетской, был зажжен факел, а это у них традиция, значит, почему, потому что они первым когда-то зажгли. Мы понимаем, большие олимпиады, это Афина, Греция, здесь зажигаются. Тогда зажгли вот этот факель, и потом он вот с лета 2012 года до дня, как его доставляли в Казань уже, чтобы зажечь Казан-Арене, вот такой он путь прошел по морям, по суше и по всему, что и положено, чтобы мир знал, куда факель движется и конечная точка какая, с чем это связано. Знаете, это тоже выводит на определенный уровень и на исторические связи и на авторитет тех традиций, которые были заложены задолго до нас. Я поздравляю вас и всех нас этим новым символом. Желаю удачи этот символ, чтобы действительно, как говорится, нес свет знаний и новые знания и новые прорывы. Новые прорывы. Для Казанского государственного университета это важно. Если это был бы вновь организованный университет, не тяготела бы та история богатейшая и признанная в мире по отдельным видам значит науки и научных исследований. Его сейчас надо им выходить надо уже новыми идеями, новыми исследованиями и новой, конечно, творческой силой и знаниями. Задача у вас непростая. Я скажу даже и не позавидуешь. Сейчас никому не позавидуешь, но по большому счету от того, что как будут трудиться ученые и молодое поколение ученых, которые подпирают и правильно, как найдут себя, по каким направлениям работать на прорывных, а мы на это способны, на это способны. Это понимаете, вцеляет и надежду, и уверенность, что прославленный Казанский государственный университет со времен основания было решение мудрое, поэтому оно должно сказать свое слово или занять достойнее место и в будущем, а это нам нужно. Сейчас мы знаем, какие сложные времена по фундаментальным и прикладным наукам, какое время для и Академии наук Российской Федерации. Вот мы на днях сидели, значит, какие проблемы по развитию Академии наук республики, его институтов. Там серьезные институты, которые обязаны и занимаются именно проблемами, прежде всего, гуманитарными, для того, чтобы связанные с нами, менталитетом нации этой исторической земли, о его будущем, о его интеллектуальном уровне, включая проблемы сохранения родного языка. Да и много проблем. Всего тут и не расскажешь. Но прекрасно проведенном в 2011 году, вернее, в прошлом году двухтождесятилетие университета, я вам должен сказать, это событие было запоминающимся. И это нужно, потому что институт своей истории, своим настоящим и будущим, тем более, этого заслуживает. Пищу вашим дает, чтобы тебя знали, чтобы нас знали, надо всегда подавать сигнал. Иногда доступными и даже недоступными. Они недоступными кажутся, когда первый раз слышишь, а потом привыкают и к этому. Был подведен прекрасный итог, когда мы праздновали двухсотдесятилетие, но я хочу сказать и не могу не сказать и о прошлых заслугах, хотя об этом уже говорилось. это я вам скажу крупнейшее открытие и целое направление науки тех лет, которые мы сегодня продолжаем гордиться и не мы, а пользуется весь мир, а мы пользуемся мировыми достижениями, чем занимаются, они же есть. Казанская юридическая школа. Это прекрасная школа. Я вам должен сказать, вот на новом этапе развития Татарстана после объявления Декларации о государственном суверенте, когда мы встали на путь строительства нового общества, а ведь представьте себе, в жизни практически одного человека, более старшего поколения, две революции, это судьбы нашего народа. Что такое революция? Это же в данном случае не только просто смена власти, а смена же всего уклада, смена собственности, да и база, база собственности. Когда вот мы иногда недовольны, когда я буду говорить о духовности, после революции 17-го года, коллективизации, лозунг одно, сделали другое, говорили земля крестьянам, завода, фабрики рабочих, но они всегда были у рабочих, потому что там надо работать. Потом годы репрессий, депрессии уж сама собой, раз есть репрессии, годы Великой Отечественной войны, годы восстановления страны, и вскоре мы созрели для того, чтобы так жить нельзя, перестроечные годы. Когда я говорю о духовности и считаю правильным, убежден, когда мы не нравимся друг другу иной раз, счастье понимания, и не только понимания происходящего, даже в отношениях друг к другу, у нас не хватает духовности, иной раз может быть воспитанности, интеллекта, но, если подумать обо всем, о чем я сейчас сказал, очень сложно с нашего народа вот за такой короткий период или после такого пройденного пути, как бы предъявить самим себе такие требования. Почему проблемы возрождения и вообще обретения духовности, да, это несколько, вот когда материальные и нематериальные сравниваешь, эти задачи, они очень и очень серьезные. Очень и очень серьезные. Мы способны, народ. У нас путь тяжел. Мы же воспитываемся на вспоминаниях наших родителей, бабушек, дедов, через что они прошли. И как вдруг мы другими стать не можем, потому что есть память историческая. Но то, что мы сейчас делаем и занимаемся в этом направлении, это вселяет надежду. говоря, вот я не хочу сегодня не поблагодарить, я начинал о юридической школе, ведь по сути дела мы являемся первопроходцами. Это должно быть записано в актив не только истории республики и в актив истории университета. Появление декларации о государственном суверенитете Татарстана. После Российской Федерации, который был бесправен перед СССР, он также был бесправен. А Татарстане 2% собственности было только татарстанской, остальное было союзным и федеративным государством, тогда Российской Федерации. Российская Федерация была так же бесправна, как и автономные республики и области края. Не случайно, благодаря нашим юристам, которые подали, я не говорю о государственной власти, это естественно роли вашей ребята разработали и состав декларации, вынести на суд Верховного Совета тогда, каким трудом мы это приняли, но мы приняли единогласно в такой ситуации многонациональным Татарстане, где, я вам должен сказать, было встревожено русскоязычное население, что же с ними будет, когда заявляют, и Михаил Сергеевич говорит, перестройка, значит, гласность, официальный лозунг, заговорили, а заговорили национальные интеллигенции в первую очередь, национальные интеллигенции, это те же воспитанники Казанского государственного университета. Счастье знания, я вам скажу, и наше историческое потенциало, университет заслуга, но бесценна. Он задавал то. Лучшие силы были здесь всегда, и они будут таковы. Тем более нынешних условиях. Или представьте себе, да, Конституцию Республики первую, мы же раньше Российской Конституции приняли. Или проведение референдума татарстанского. Даже Конституционный суд с такой формулировкой, референдум, проведенный в Татарстане, не смог, суд был, но до конца отрицать не смог. Вы прекрасно понимаете, референдум – это воля народа. Отчасти некоторые формулировки были как бы поставлены под сомнение, но до сих пор же это полный текст неосужденный. Потому что это глаз народа. И мы приняли декларацию раньше, не на дни, а на год, Российской Федерации. И на этой основе мы заявили о своих правах. Вы знаете, что происходило. Униксизали заявление Бориса Николаевича Ельсина тогда, который приехал в республику как знаменосец демократии, упрощать нельзя. Он знаменоносец встал, восстал, понимаете, против системы и приехав сюда не мог по-другому вести себя. Упрощать ничего нельзя. Другое дело есть прием у каждого политика, каким образом завоевать уважение масс, толпы, не побоясь этого слова в те годы. Но это ему удавалось. Но ведь когда он заявил в этом зале берете суверенство столько сможете там, а мы можем, у нас пищеварительная система и все остальное нормально работает. Он же первым вопросом задал. Ментимер говорит, а что будем делать вечером? Еще мы не обедали, еще к обеду к ужину не приступили, я это подчеркиваю. Он говорит, что будем делать? Я говорю, Борис Николаевич, вы сами видели, а тогда была встреча же интеллигенции в Дома Союза Писателей. Я говорю, надо находить пути, успокаивать надо народ. Я говорю, встревожено русскоязычное население. Вот такая волна, он все это видел сам. Говорит, мы говорим, давайте будем находить пути. И вот тогда мы договорились выходить на предмет договора. А ведь это я еще раз хочу сказать хорошо подготовленные, обоснованные, политические, выверенные в то время и не экстремические, хотя звучат они местами, ну, особенно в то время, радикальными. Но я вам должен сказать, поблагодарить от всех участников и эту школу, их представителей, пофамильнее я всех могу назвать, понимаете. Представьте себе, потому что мы работали с ними, с этими людьми, чтобы не обидеть одного другого. Значит, в целом огромное вам всем спасибо. И мы еще должны обогатить историю института и более подробно эти моменты отразить. ряд направлений. Ну, давайте возьмем направление развития органической химии. До сих пор я не могу забыть, ну, это мой недостаток, в какой-то степени, когда я посещал лабораторию Бутлерова, где там еще доски они сохранились, памятные, Зинину и Камаю, где созданы ими вещества, реактивы или еще что, где-то, может быть, я неправильно выражаюсь, они сохранились. Это же ценности. Памятники появились. И это правильно. Какая школа, а потом они уже, кто-то, значит, продолжал Санкт-Петербург в столице, страны работают и так далее и тому подобное. Да, много направлений, я вам должен сказать, физико-математические направления. А, наверное, прибор за войск еще до сих пор, наверное, здесь еще, в этом музее университета. И весь мир, все, понимаете, на этой основе, все томографы, весь мир на этой основе работает. Ничего иного не придумано. Ничего иного не придумано. Да и не только, я скажу, по ряду таких судьбоносных направлений университет, видимо, и должен был заниматься, ну и успешно заниматься. Или астрономия. Я уже не говорю, но это мы все знаем, значит, с этого начинаем, как правило, с теории Лобачевского, а не вклинивые геометрии. Я всегда люблю говорить и не просто говорю, я убежденно говорю. Пространство, время, действительно, эти параллели пересекаются. У меня не хватает, как говорится, подготовки для того, чтобы это доказать. Даже в последнее время я мучаюсь этой формулой Эйнштейна, никому, которой не удается до конца, кроме как него, ушедшего, значит, до конца понять. Ну, это как человек я это говорю, искренне говорю. Не дает она мне пока. Нас же учили по Ньютону, будем говорить, в данном случае, значение массы, значит, и взаимосвязь скоростью, всей энергией самой. И я что хочу сказать, наша встреча происходит в этом году год столетия теории Эйнштейна, теории относительности. Хотя первый труд был в пятом году сто лет тому назад, но потом когда много вопросов возникло, он более полное его изложение дал, а первый это был в нескольких листах, дал в пятнадцатом году. Я к чему говорю, и математические школы, и сегодня, и физмат, остальное, они в почете. И хочу сказать, что астрономии. Не могу не сказать. Во-первых, я вас поздравляю, если это все так, как есть. На днях я со ссылкой на британский журнал просчитал статью, значит, что наши астрофизики университета обнаружили самую прожорливую или как она называется черную дыру? Самую прожорливую и так называть? Так и? Или самую жадную? жадную? Прожорливую? Ну, значит, правильно считал. Я сразу подумал, думаю, то мы казанские сирота, там мы или самые прожорливые. Ну, пусть так будет, но зато это наша история и это наша работа. То, что черная дыра прожорливая, это же всем известно. Сидят же представители этой науки. Она все проглатывает. Что дальше он будет давать, я не знаю, но это молодое поколение разберется. И я должен сказать, что действительно и нельзя не сказать о тех смелых поступках продвинутых молодого поколения в тогда еще университета. Когда Иван Симонов, это мне когда-то рассказывали в музее, Белинсгаузен вместе, Лазеров вместе открывали Антрактиду. Сегодня Антрактиду я знаю, ребята молодые, у кого есть возможность туда ездить, я не знаю, для них на том-то, на том-то надо двигаться, а эти же ребята на шлюпках добирались. Среди них молодой казанский ученый. История. Я еще один момент скажу и хочу потом сказать, что этим нужно дорожить. Это надо рассказывать молодежи и чаще надо рассказывать и на лексиях, и других общениях, и в целом. мне понравилось как человеку тот высоконравственный моральный поступок Шатравкатович, который когда организовали перезахоронение праха Энгельгарда. Я вам должен сказать, это было непроходящее событие. Это уровень ваш. Вот вам спасибо такое взаимопонимание. Вы показали пример. И прежде всего самим себе это совесть, честь. Кто это сделал и вот то, что мы с вами это сделали, нас делает другим. Мы ощущаемся от многого, чище становимся. это ведь пример того, что Энгельгард и Дубьяго, будучи друзьями, когда-то договорились, что после того, сколько Энгельгард помог оборудованием для оснащения обсерватории нашей, и сегодня они сказали, быть бы нам вместе захороненными, или, ну, захороненными, да, это вы сделали, сделали красиво. Я всем вам благодарен. Это прекрасный пример. Урок слова не подходит. Ситуации разные бывали, но вот когда есть такие поступки, да, мы действительно становимся другими, и прекрасный это пример нашей молодежи. Понимаете, от того, какой ты есть, как ты сформирован, науки и прорывы придут, а надо стать таким человеком с таким пониманием, но вы понимаете, это мы достойны этого, коль мы эти вещи делаем, и сегодня, несмотря ни на что. Так что огромное действительно заслуги университета. Я не скрою, мне понравилось. Вот, я посмотрел материалы, подготовленные, хорошо подготовленные, по перспективе развития университета. Я внимательно смотрел. Ну, хочется же узнать, чем вы живете, какие устремления, на что нацелены. Но ведь вы поставили цель двадцатому году войти в топ десяти мировых лидеров в ряде областях. Это дерзость. Но это вы уже приняли решение. Вы над этим работаете. То, что объединенные силы сегодня у вас, остальными ведущими, тоже я должен сказать, институтом и вчера нашей истории, то, что вы сейчас такие цели ставите, она не может не понравиться. Мне понравились эти направления, нравится. Безусловно, а на первом месте вы поставили биомедицину и фармацевтику. Это персонализированные медицины, клеточные и геноклеточные технологии, потом выход на новых лекарств и так далее. И сам факт, что вы занялись серьезно медицинской отраслью, я вам скажу, даже для этого не надо быть особо посвященным, что ли, человеку. Если университет хочет быть успевающим, преуспевающим, как можно, минуя заботу о человеке в современном мире, когда мир постигает, технология постигает такие уровни, без этого быть успешным. Ведь я вам должен сказать, пример мировой развития университетов это показывает. Если мы не способны изучить человеческий организм, человеческий организм, и дать рекомендации, выйти на определенные выводы, которые подтверждаются экспериментами, ну как без этого, без такого уровня, без такого оборудования, оснащенности, подготовленности кадров, тогда или отстать, или радоваться этому надо, оснащаться надо и работать в этом направлении. Это мировая практика показывает. Посмотрите, но раньше я обращал только счастье спорта, как посмотришь, как мировой спорт развивается, да, команда университета такого-то, тем более американский, касающийся волейбола, баскетбола, баскетбола прежде всего, да и вообще, и по науке тоже. Такие-то университеты, клиники в таких-то университетах. Во-первых, эти клиники, я должен сказать, когда достигают определенных успехов на основе выдающихся достижений нынешней и человечества вообще, значит, они востребованы, они хорошо зарабатывают, хорошо зарабатывают, и сотрудники, учащиеся, получают с первых дней и практику, и посвящены, понимаете, тем передовым позициям именно этой науки. Важнейшее направление. Это не то, что важнейшее, это неизбежность. Другой слов я не хочу сказать. Это неизбежность. Хотим быть успешными? Тяжело? Да. Ну, я сказал, это дерзость. Особенно, если оценить, подумаешь, не все еще у нас ладно, но это надо начинать. И те направления, которые по инефтепереработки и по остальным, вы определились в несколько направлений, я считаю, что мудро поступает ваш ученый совет. Идти надо на это. Ввязываться надо. Ввязываться надо в эту борьбу. А это люди говорят, что они что говорят. Действовать надо. И действовать надо агрессивно. Вот Пищати недавно дискуссируют. Вот Шаймиев дал там команду заниматься генофондом татар и так далее. Во-первых, я команду не даю уже давно. Я знаю свое положение, да и необходимости в этом нет. У нас прекрасно работающая команда нашего президента. Вместе того, чтобы радоваться и вникнуть, вот начинать такую дискуссию, ну понятно, открытый мир информации и так далее, и денег республика не дала на эти цели. Это начатое исследование еще давно. Сначала в московских академических структурах занимались генофондом русского народа, да и в других странах занимались генофондом. Вопрос даже начинает я политизировать. Вот чуть ли, значит, мы изучим, как будто от изучения мы еще становимся другими, как будто от этого. Я откланяюсь на одно слово только, сейчас пришла мысль, мне очень понравилось одно событие, когда крылатый барс, шум поднялся, почему крылатый барс нам нужен. Дискуссия, знаете, всеобщая, чем кончилась. Итоги, это я проследил, те, кто были против, пришли к выводу в конечном счете дискуссии. Оказывается, у этого барса, барыса крылья нити. Ну, вы поняли. Они уже сошли на предмет крылья, оказывается, нити, перья не такие. Вот до чего можно довести, понимаете, ну, как вам сказать, дискуссия, которая, какая шла, как будто у барсов есть крылья. Но мне понравилось, что они уже пришли к выводу, оказывается, не такие крылья, не такие перья. Это прорывные направления. Я почему говорю? Без таких, может быть, тем, я не знаю. Хотя я говорил, когда была встреча, Шатровкаточ говорит, вот такие мысли, ребята приехали, такими мыслями. Я сказал, я говорю, ждите, сначала именно заговорят об этом. Если это другие народы делают, или другими народами, особой реакции нет. это же связано с татарами. Ну, а как же? А когда мы покой давали? Ну, если уж мы такие, что с нами сделать? Ну, это не предмет для критики. Это подумать надо, каким трудом ректор, его команда добивается, понимаете, привлечения инвестиций и завоза оборудования. Без всего прекрасного нынешнего оборудования разве можно что-то познать в познавательном процессе? Это же тот же современный оборудование, это продукт выдающихся ученых. Как мы вот говорили, о явлении, там, парамагнитной резонансе и так далее. Это же такие продукты, воплощенные уже в металл, или там, во что хотите. Плать, да, вот так, как искусственного интеллекта. Пусть занимаются. Не тем, так, не этим. Главное не это. И никто не финансировал, вы же бюджет вчера принял, государственный совет, там же нет такой строки. Но иметь возможность через биотехнологии, через генной инженерии до таких глубин исследовательской работы, а как без этого? В связи с этим я приведу один пример. Есть остров Сардина, это Средиземное море, это итальянская область, остров. Я раньше не задумывался над этим, но не так сильно. Ну, многие, может, знают. Народ Сардина сами. У всех высокий холестерин от рождения. У нас же так говорят, если высокий холестерин, ты уже умираешь. А они живут под сто лет, за сто лет, вы знаете об этом, самые долго живущие, с этим высоким холестерином. Я к примеру это говорю. Значит, условия формирования, генофонд этого народа. Они живут, просветают, вы знаете об этом. значит, я это к чему говорю? Надо глубже заглянуть. Я не виню, даже кто беспокоится, такие информации выходят. Надо больше просвещать, больше надо говорить об этом. Наша задача нести, как говорится, знания и тем, кто хочет знать, нести даже и тем, кто не хочет знать. Знающие зато потом скажут, но ты же не прав. Такова к примеру я имею ввиду ситуацию. Ведь то, что вы направление наметили, я только из 4-5 направлений остановился на это, нефтехимия и все остальное это несколько более прикладного значения, но это тоже очень и очень важно. Но мы должны доходить, зная, что процесс познания бесконечен и бесконечно малые величины стремятся к нулю, но не ноль, это меня всегда занимало. Хотя учился и на тракторе, но все равно занимал и занимает, и большие величины тоже самое. Я к чему говорю, процесс познания бесконечен. А мы постепенно вот, ну, включились уже в эти процессы. надо смело заниматься. Если слушать всех и вся, остановиться, это значит не уважать себя и отстать навсегда. И не надо ничто политизировать. Тем же сардином, зачем, например, лекарства от холестерина, я к примеру говорю. Вот яркий это пример, между прочим, не случайно я его привел. Их начнешь кормить лекарствами против холестерина, они ходить перестанут. Я в этом уверен. Если кто сомневается, поизучайте. Ну, это таков генофонд. Такие условия. Кто в каких условиях живет. Что формировалось. Избирательные медицины, избирательные начали все равно же не мы, другие этого сделают и добьются. По-моему, у меня сегодня не кончится лекарствия, если это лекарствия. Ну, просто не говорит об этом невозможно. Имея такую мощь, так и объема, и объема подготовок студентов и из разных стран тоже, я считаю, что смело, крепкими нервами надо идти дальше, воздавая должное тем ученым, которые приумножили и создавали славу нашего Казанского университета и привлекая молодых. Они у нас есть, и тем более очень много учатся сейчас и разных стран, ребят. Я вот сейчас хочу растать всей души пожелать вам успехов. Умышлых, я и с и и и и и и и и и Но не будет неправильно, если я в будущем встречаюсь с вами, если не сказать несколько слов о социально-экономическом развитии и состоянии у нас сегодня республики, на фоне того, в какой стадии мы находимся в целом страна, обстановку простой не назовешь. Но дух нельзя терять. Мы проходили разные годы. Мы проходили годы, когда, ну я же не чужих слов говорю, в середине 90-х, когда стоимость нефти была от 9 до 12 баррель. Так было, вот, баррель знает. От 9 до 12. У нас одно время встал вопрос. Из 25 тысяч работающих скважин, в то время они при такой цене оказались 5,5 тысячи нерентабельными, ну, действительно, мы озабочены. И те, та команда, которая со мной работала, собрались, думаем, что делать нерентабельно. Знаете, к какому выводу мы тогда пришли? У нефтяников тогда работало 77 тысяч персонал. Хорошо. Это пятая часть скважин нерентабельна. Если мы остановим эти скважины, люди, которые получают высокую зарплату, они в Теннике всегда высокую зарплату получали, они уважающие сами себя люди, они могут 5 дней поработать, 1 день, понимаете, погулять, потом по бане помыться и потом опять готовы к работе, уважаемые семьи и люди. Вот простой был вывод. Мы сказали, пусть будут нерентабельными. Но Эльган Борис знает непосредственно, потому что в этой сфере, тогда и в этих районах. Но если они потеряют работу, цена вопроса будет больше, чем неработа, понимаете, нерентабельных скважин. Как это оправдал себя? Как это оправдал? Да, мы продолжали налоги и так далее, доплачивают. Но социальный же вопрос. Почему мы мягким вхождением прошли самые сложные годы перестроечные? Потому что люди, они же не виноваты, оказались в такой ситуации. У нас были годы, я вам скажу, Нижнекамс, Нефтихим в те годы вышел с убытком. Я помню, 340 миллионов убыток дал один год. Нижнекамс, Нефтихим. Таковы были времена, потому что, ну, и стоимость энергии, ну, что, вы же понимаете. Но мы сказали, работать надо. Продолжать надо работать. Это потому что люди и проблемы социальной защиты и так далее. И сегодня же, вы прекрасно знаете, вся Россия ломает голову по ветхому жилью. На днях кадры показывают по капитальному ремонту, по строительству садиков и так далее, школ, что сейчас мощно делается в республике. При нынешней ситуации, пока вот этот год, мы не знаем, какая будет ситуация, но бюджет вчера приняли, с небольшим дефицитом всего около 6 миллиардов, 5,7, по-моему, дефицитом, от небольшой для 160 миллиардного бюджета. Тем более, мы по объему реализуем продукции, учитывая, что цена рубль, курс, снижения там нету. Ведь вопрос еще в этом. Если у тебя больше экспортной продукции, она как бы отчасти компенсирует. Там же ты за валюту продаешь продукцию, а здесь зарплату платишь, и текущие расходы внутри российские, внутри республиканские, они по рублевой цене. Ну, это слишком простые вещи, я вам объясняю. Мы, социальные программы, все по годам выполняются, и я думаю, что довольно-таки уверенный бюджет приняли на будущий год. Если так пойдет, мы должны пройти мягче. Мягче должны пройти. Без большого урона. И социально слабо защищенной части населения. Тут обобщенного, так можно сказать, и, пожалуй, если там какие-то детали, сейчас везде всюду эти данные есть, можно их и находить, и пользоваться этим. В своем выступлении Шат Равкатович много уже сказал о возрождении исторических памятников. Знаете, когда я за это дело взялся, когда уже появилось у меня время, эти грузы власти, очень тяжелый груз, очень сложный груз, это всегда была мечта, заняться булгарами и свежским. Была. Зная историю, интересуюсь им. Но один вывод у меня на сегодня есть. Не от того, что я с вами встречаюсь. Я очень уважаю настоящих ученых. Уважал и уважаю. Еще стал больше уважать, когда соприкасался вот за эти 5-6 лет в ходе уже непосредственной работы историками, реставраторами, нашими археологами, да и в целом. Огромная армия, сегодня было сказано, значит, университетских коллег. Знаете, даже какой печати мне создается? Хорошо, что мне приходят с этим заниматься, иной раз думаешь, ушел бы на иной мир, я бы не соприкасаясь. Там сложно было бы мне что-то доказывать при начальстве рая. Я не знаю, в какое начальство попадешь. На самом деле, есть же люди, вот в вашем лице, которые скромно, годами творят, созидают, сталкиваются с многими проблемами и часто не достучаются и до нас. Но то, что мы создали за эти годы, о чем было сказано, прекрасную команду исследователей. Мы в состоянии сегодня, Татарстан, я ответственно говорю, такого нет на сегодня нигде пока. Есть отдельный реставратор, есть мастера, которые возрождением, значит, участвуют в процессах. Мастера кисти, там, работа по фундаментам и так далее, и так далее. Но организационно такой силы, которые нам удалось создать за эти несколько лет, нет. У нас все, что делается сейчас, в части возрождения исторических объектов, имеет научное сопровождение. Мы попросили Ильша Травкатовича возглавить, хотя он ссылался, что работы много, это я понимаю, задач много, экспертный совет, экспертный совет входит, мировые эксперты, и Франции, и ряд, включая и американцев, и КАМОС, и, значит, и КРОМ, и так далее. Мы обеспечиваем научное сопровождение. Мы будем состоянии, по сути дела, сейчас состояние подготовить кадров. Вот взялся за исторический объект, его изучив, сопровождая научно, доказывая всем институтам ЮНИСКО грамотно, не просто ходить, давайте меня включить и дам список, чтобы я стал выдающимся, или выдающейся универсальной ценностью. Нет. Мы уже сейчас чувствуем, по российским объектам, которые стучатся, хотят быть номинированными, они нуждаются в нашей помощи. Нуждаются в нашей помощи. Великая сила появилась. И это новая сила. Новая сила. Но этим мы сегодня располагаем. То, что мы сегодня делаем, и делали по булгарам, а чуть сложнее было Казанский Кремль, когда включили список всемирного наследия. Представьте себе, Казанский Кремль удалось недавно включили, да? Булгары в прошлом году включили. Сейчас по свеге работу ведем. еще кое-какие есть мысли. Чтобы не откладывать, скажу, потому что Россия до сих пор не подписала мировую конвенцию по обеспечению сохранности нематериального наследия. Нематериального. Нематериального вы понимаете, у каждого народа есть свои традиции, там, как говорится, ибанасы, и все остальное, я уж образно говорю, или сабантуй, или так далее, так далее. Я думаю, что вот 70-летие ЮНЕСКО, заседания будут Санкт-Петербурга посвященные, мы постараемся эти мысли тоже там довести. И материальное, и нематериальное наследие должно быть сохранено на века. Ведь мы же видим с вами, например, Сирии, Пальмер, вошли, разрушили, или сняли, продадут черном рынке мировые ценности. Это же исчезает навсегда. Если наследие мировое исчезает навсегда, ну, для этого надо прочитать действительно труды наших гуманистов в этой части, это невосполнимо. Это потери навсегда. Навсегда. Поэтому вот сегодня уже мы отчет даем каждый год по Казанскому Кривлю, сейчас отчет скоро потребует и по Булгарам включенным, сейчас по Сверску работаем. Мы восстанавливая, восстанавливая, возрождая эти исторические объекты, мы берем на себя огромную ответственность. Но надо понять значение того вот особенно ну, по этим объектам и сейчас в Казани очень много объектов восстанавливается. Рустам работы не было, он находит на это время и правильно делает. Как только не писали историю татарстана, татары, но мы же номинируя Булгара, вот ребята здесь сидят, кто этим занимался, мы несколько томов изучим всесторонне, признанных мировыми экспертами, материалы дали и они стали всемирной универсальной сынностью в дальнейшем включении и включены значит всемирный список всемирного наследия. Можешь попытаться ревизировать историю, но после этого ты тогда докажи ЮНЕСКО и проводи ту работу, которую мы проводили, если чем-то не согласен. Вот где, вот она, вот мирас на все иканы. Ах, зен утра у англы и вообще я вам должен сказать покойного Харикова и все эти школы, сейчас Айратси диков такой институт создали, значит хороший институт сходу получалось и то, что университеты сейчас у Рамиля такой многогранный, многопрофильный. надо двигаться по этому пути и делать все аккуратно. Все не расскажешь, это целый процесс, целый процесс, но я вам должен сказать, уверенность есть, что делается правильно. Много было дискуссий по новоделам. Это не по незнанию мы делали. Но как может быть место принятия ислама на государственном уровне добровольно быть без Корана? Простой вопрос. Всегда кто дискуссирует, надо задавать, поставить вопрос понятным образом. Когда эксперты приехали, значит вначале были хорошие погоды, они говорят, ну это так, это новодел, вот память не знает, где самый большой печатный Коран размещен. И это является уже на сегодня культурной сынностью государства российского, не только Татарстана. Пока его везли самолетом уже признали, потому что такого печатного Корана нет в мире. И ладно, трудно сказать, потому что объект видный. Они тоже правы, как бы это на их фоне археологические раскопки, там сохранившиеся значит объекты, ну не таким же смотрятся они. И приехали они однажды в такую погоду, ну примерно как сегодня. Я им задаю чисто крестьянский вопрос. Я говорю, время пришло, я говорю, помолиться бы надо. Там же в этой части из исламских государств представители приехали. Они на меня смотрят, как будто я ненормальный. А в теплую погоду они говорили. Я на них не говорил, как ненормальный, не смотрел, я думаю, как-нибудь мы вам докажем. Товарищ президент, они так обращаются, важно, не важно, действующий или не действующий. Как молиться? Ну я говорю, вы же говорите, зачем памятный знак нужен, зачем Коран нужен, зачем белая мечеть нужна. Ну говорю, молиться же нужно, святые же места. Я вам скажу, когда они поправки давали уже нашей номинации и одну номинацию поменяли на духовность, духовность выше, я имею ввиду принятие ислама, факты и так далее. И эти вопросы сняли официально. Ну шесть месяцев зимы, что делать? Или ханский дворец, который мы сделали покрытие, она действительно внушительно смотрится. Ну если ты обнажил, открыл археологический объект, и ты его не защищаешь в наших условиях, шесть месяцев зимы, осень и перепады температуры и весна, тогда ты его не трогай. Убедили мы. Это мы просто убедились. Я что этим хочу сказать? Мы не просто убедили, мы внесли свой вклад, что исходя из географического положения и климатических условий, такие подходы должны быть выработаны и доказаны экспортным комиссиям, на уровне мировых экспортов. И это движение идет. Это наш вклад. Такой вопрос, когда Казанский Кремль рассматривали, особо не возникал, ну столица, тут комфорт, понятно, любую погоду можно и в другом месте можно было бы помолиться, а там же нет. И что я хочу сказать, мы одновременно даем и новое новый вклад в этих вопросах. Безусловно, еще раз хочу сказать, мы ограничены там по многим действиям, и это правильно. Ни один, какой бы большой начальник не был в дальнейшем, сама лично не может распоряжаться вот это строит здесь, это строит здесь и так далее. Мы сейчас любой объект, вот вы знаете, гостиничный комплекс сейчас был как строим, мы его отвели далеко за зону, у нас зона определена, высота тоже ограничена, то же самое сейчас происходит в Исламской Духовной Академии, 7 метров за Белой Мещетью, это комплекс будет, где Белая Мещеть доминирует, потом комплекс, не более 7 метров, это зона охрана значит объектов и есть система сцена и система управления, но я думаю, что мы и в этом вопросе будем во всяком примерами, примерами. И очень сложный процесс идет по свежску, сложный процесс и непросто, свежск в целом не может быть представлен, вот люди, которые ученые здесь присутствуют, они знают, но там есть Успенский монастырь, Троицкая церковь, которая не имеет аналогов, по Троицкой церкви там отдельные вопросы есть, но чтобы Христофор был лошадиной головой, таких росписей на сегодня не сохранились, я имею ввиду других храмов, много таких тонкостей, но мы работаем, там восстанавливается все, и в всяком случае идет очень тщательная работа, я благодарен университету, университет сейчас создает там целый центр, особенно по изучению археологии дерева, исторического, первый в России будет, мы изучили опыт скандинавских стран, климатические условия у нас примерно одинаковые, как гнет дерево, как его важно сохранить, он же сохраняется, если кислород не увидел, а у нас целый ряд сооружений оказались из-за водохранилища без кислорода, мы сейчас их вытащили, обработали, мы их обеспечиваем сохранность, я думаю, что в ближайший год-два мы откроем первый в России музей дерева, археологии дерева, и университетский значит научный центр и этим, и другим вопросами там будет заниматься. Одним словом, это не просто восстановление данного случая исторических объектов, исторических объектов, это еще развитие одновременно науки и в целом технологий. И последнее, я не выступал в таком одеянии, поэтому за временем не слежу. Это мы и по ком изучим, как она влияет на человека. Вы знаете, 4 ноября президентом республики подписан указ принять предложение митрополии Казани и мэрии Казани о восстановлении собора иконы Казанской Божьей Матери. Разрушенная в начале 30-х годов. Обоснована была она 1500, явление было в 79-м году, заложен был камень Павлом Первым в 1878 году. или 1700 через 200 лет. Через 200 лет без одного года. И строительство Исламской Духовной Академии в Булгарах. Доминировать будет Белый Мещик, я еще раз говорю, Белый Мещик, его крылья. Это было еще раньше несколько задумано. Мы же можем на несколько лет вперед смотреть, что и делается. Вот тоже. Значит, время такое, открытостый, гласостый. Есть люди, которые понимают, есть люди, которые нужно разъяснить, надо ли восстанавливать и строить этот собор. я вам скажу, если бы не было такого собора, имей икону Казанской Богоматери, икону Победоносца, который сыграл для Духа народа в 1612 году в смутное время, и потом было возвращено обратно сюда, обратно сюда, а ведь Дух, вот мы говорим о патриотизме и всем остальном, да, как будто когда ты несколько отходишь или эти события проходят, мы не до конца доцениваем это, но всегда же это помнено. Дух. И Дух какой был, и Минин, и Пожарский. Вместе, по сути дела же, по основе этой иконы, связи с этой датой, Победа, значит, в 1612 году появился праздник Единия 4 ноября. И мы, ну, не было возможности, не были вопросы, не было самой иконы, прежде всего. Я не скажу, что мы не нашли бы свое время и средств, и все остальное, чтобы его построить, возродить. Иконы же самой не было. Эта икона, список икон, я должен уточнить. она по миру прошла, включая Латинскую Америку, потом попала в Португалию. Потом попала в покой Папа Римский. Они купили. Один пример, вот, чтобы как-то объяснить людям. В Португалии есть город Фатима, был построен собор для того, чтобы поместить эту икону. Это католики. Эта икона в католическом мире пользуется огромным, значит, посчитанием. Огромным посчитанием. И не только православным. Тогда было специально построено. Пару десяток лет она сохранилась в городе Фатима, потом Папа обрел, приобрел, и это в его покоях это хранилось. Я больше, чем уверен. Больше, чем уверен. Если бы эта икона была бы католической, даже на момент того, что он передал это России, вернул, Россию вернул. Всегда мы об этом должны помнить. Если бы не было построенного храма, католика бы не вернули. И то, из-за того, что православная значит икона, они вернули, это было бы и справедливо. Ну, как же так? Место явления разрушили, разрушили же мы, и нет места помещения на месте его явления. Это справедливо. Я еще раз говорю. Это справедливо. Это она, ну, икона не может быть без места своего явления и обретения. Но ведь я вам должен сказать, что есть люди, ученые, историки, мы обходили там пешком эти места, посмотрели. Значит, возможности такие есть. Сохранился главное, сохранились. Во многих памятниках у нас сложность, особенно в булгарах, более древняя история, значит, не сохранились чертежи и так далее. Сложность и есть. Мы по рисункам то паласта, то турнелей, ну, таких историков, да, и позднее, значит, рисунок из Ариславки и Шишкина пользуемся. А здесь все сохранилось. И поэтому подписан указ президента республики одновременно. Это мы красиво делаем всегда и так должны делать. Мы одновременно строим и закладываем камень на будущий год. Майя день приобретения, день принятия ислама, добровольный на уровне государства в России и в июле месяце в связи с датой явления икона также заложит камень по строительству значит этого собора. Все будет сделано и я вам должен сказать, что найдутся много спонсоров. У меня даже сомнений нет, которые вложат соответствующие средства, хотят этого, тем более это посчитаемо. А что такое Исламская Духовная Академия для России? У нас Православная Академия в Казани была, но Православная Академия есть в Москве и Санкт-Петербурге, но Исламского нету. Исламского нету. Если вы знаете, сегодня прихода, но мечети я буду говорить, Исламские, они поделены между тремя духовными управлениями. это Талгат Тажетин возглавляет, Думес, вы знаете, исторический, часть приходов там, объединенная, часть у хазрата, у хазрата Равиль Гайнуддина, это союз значит муфтиев России и татарстанской. Значит, Камин Сангуллин возглавляет, у нас где-то 1500 приходов. Вот так поделена на сегодня Россия. Мы договорились с ними, сделали учредителями всех три духовных управлений России. Это тоже процесс объединения. Конечно, об этих вещах надо говорить. Это не наработки, я считаю, в целом и наши. Этим самым мы объединяем всех. Все они учредители. Асхат Ахмедович, значит, как один из стоящих у истоков человека, он знает все эти тонкости и детали. И это будет построено, потом мы нуждаемся в единстве, единстве понимания, особенно в исламском мире. Исламском мире. Почему мы говорим традиционный ислам? Я даже другие тонкости не ударяюсь. Слово традиционный ислам очень многое говорит. Ведь когда вот то, что мы сейчас наблюдаем в Сирии и так далее, другие столкновения, да, иной разве столкновение идет не только между шиитами и суннитами. И в суннитском значит ну в формированиях и верующих тоже есть противоречия. Они связаны фундаментализмом. Мы когда говорим традиционный ислам, у нас традиционный ислам есть и другие понятия, но это более доходчиво. Традиционный ислам это мы с вами. Это образ нашего жития, бытия. Это терпимость. Мы же не делим. православие, католики, значит иудеи и так других представителей конфессиональных принадлежностей людей. У нас традиционность в этом заключается. В этом. У нас нет крайности и не может быть, иначе мы должны воевать всю жизнь с кем-то. Придет и это понимание. Непросто, конечно, далеко непросто. но, тем не менее, я что хочу сказать, то, что мы взялись и будем строить и готовить кадры. Люди надо готовить. Я никого не хочу винить. Почему? Потому что, когда нас отучали и хотели из нас сделать атеистов, атеистов, даже я благодарю тех имамов, которые нашли в себе силу, где бы они вчера не работали. Ущут, потом работать с людьми. Ну, похоронить-то надо, человек. Какие-то праздники же надо проводить, молитвы же надо читать. Они этим занимаются. Но мы готовить должны просвещенных. Почему? Потому что это же борьба идеологии. Борьба идеологии это есть и будет. Пока, не то, что пока, она вечное понятие вера. Коль она так, мы должны готовить кадры разных уровней. Начиная от мадресе, начиная значит университетов и академической наукой. Мы большая задача, мы еще будем думать, каким образом участие университета. Мы уже вот советовали с президентом Академии наук каким образом усилит исламский центр в этих вопросах. Советоваться надо, нам нужны кадры. Кадры и грамотные на уровне мадресе университетов и академической наукой. Никто нам не будет готовить. Или кто-то, если нам готовит, нам ведь не все нравится, вы же это прекрасно понимаете. Мы пожинаем результаты такой деятельности. Вот почему это нужно. и это мы будем делать. Мы убежденные без убежденности. Если ты сам не убежден, никого не убедишь. Вообще это касается роли значит ну наверное прежде всего лидерствующих людей самому быть убежденным и должна быть доказательная база, чтобы поверил современный человек. Расчет должна быть на самую подготовленную подготовленную аудиторию, на подготовленную личность. Мы не аж как говорится понимаем, что мы делаем. Это во благо. надо на несколько вперед надо смотреть. А мы ответственны. Мы же хотим жить в мире в согласии и задать тон. мы же говорили, как мы способны задавать тон по науке, технике и по научным исследованиям и так далее. Это без этой составляющей. Я вам должен сказать, который касается фактора каждой личности и фактора веры. И фактор веры, я вам должен сказать. Мы с вами являемся свидетелями. Мы не по книгам это узнали. Я в своем выступлении однажды в Кувейте в зале духовных лидеров выступал. Я говорю, вот вы с уважением огромным сказал. Я говорю, что такая вера его сила? Все мы знали и мы и вы знаете по книгам, по учениям. Но я говорю, что наш народ на себе испытал. Как народ целый лишит веры любая вера и попытаться сделать его лишать веры. Когда началась перестройка, как быстро все стало восстанавливаться. Это показатель того, что вера бессмертна. бессмертна. Но много, наверное, можно как бы на эту тему говорить. Но это и хорошо, что уже можем много говорить. Больше даже того, что хотим. Это тоже наш багаж. Но я от всей души хочу вас поблагодарить за то терпение. Я так долго выступал. Меру своей воспитанности ректор не прерывал. Спасибо. Ахмад уважаемые хроматли Ментин Шарипич, бекзур рахмад. Вам большое спасибо за откровенное такое выступление, как всегда. Уважаемые коллеги, особенно для наших гостей, которые приехали к нам издалека, а здесь присутствуют также и проректори всех наших федеральных вузов. Хочу сказать, что огромная заслуга Ментин Шарипича как раз заключается и в том, что ему удалось объединить, как сейчас мотно сказать, в общей коллаборации включить академические сообщества и всех тех людей, которые заинтересованы были в возрождении тех духовных ценностей, о котором говорил Ментин Шарипич. С одной стороны, для нашего будущего поколения мы сохраняем эти культурные ценности. Для наших ученых это еще и работа, поскольку в лице фонда мы получаем постоянного заказчика, то есть организацию, которая говорит, что и как мы должны делать и мы включаясь в эти процессы можем сегодня реализовывать те фундаментальные исследования, которые долгое время копились в стенах университета и сегодня получили всплеск или выплеск в те результаты. ведь наверное многие уже поняли, что самое главное, что удалось это поменять те регламенты положения, согласно которым включаются те или иные культурные ценности список ЮНЕСКО. Поменяли протоколы, поменяли регламенты, поменяли правила игры и все это стало возможным благодаря совместной работе под руководством Ментин Шарипович. Большое спасибо Ментин Шарипович за то, что вы фрагментарно прошлись по истории развития нашего университета и по тем результатам историческим аспектам, которые неизгладимы сегодня являются как бы нашей собственностью университета и играют и сегодня выдающуюся роль формирование нового видения нашего развития, поскольку любое здание строится на фундаменте, который создавали его ветераны, его старшие товарищи. И вот этот фундамент, он был создан хорошо и мощно и сегодня позволяет нам наращивать собственные мышцы и молодежь об этом должна знать особенно сегодня, когда там или здесь идут и критики, когда караван идет, кто-то лает и это нормально, мы быстро мы движемся, мы являемся одним из больших университетов нашей страны, которые очень быстро динамично развиваются. Я считаю, они не лают, они дают о себе знать. Поэтому большое вам спасибо, уважаемые коллеги, у нас сегодня будет еще вечером концерт, где мы вас всех ждем и будут фейерверки на улице, поэтому прошу найти возможность вместе с нашим молодежим тоже отпраздновать праздник наше день рождения. Всех вас поздравляю, успехов, здоровья и удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.